ДОСТИГАЙ ИЗРАИЛЬ И ВЕСЬ МИР Баруха Шем, возлюбленные, да будет благословенное имя Господне. Шалом, увраха, мира и благословений вам. Сегодня мы продолжаем изучать послание к римлянам. Это самое полное доктринальное учение во всем Слове Божьем. Там излагается план спасения от начала и до конца. Сегодня хочу сконцентрироваться на том, что Евангелие — это радостная весть. На самом деле именно это и означает слово «Евангелие». Радостная весть. Часто, когда люди слышат слово «Евангелие», то представляют себе что-то свое. Кто-то думает о старомодной религии, но то послание, что мы несем, — это радостная весть. Бог, который создал нас, пришел на Землю, чтобы у нас были отношения с Ним. Да. И сегодня мы нуждаемся в этом, не так ли? Радостная весть. Такое ощущение, что мы слышим лишь плохие новости. Но нам нужны хорошие новости. Нам нужна радостная весть. Это слово на сегодня. Послание к римлянам — это слово о жизни и радостной вести среди хаоса, который царит в мире. Да, когда тьма становится еще темнее, свет сияет еще ярче. Это поколение нуждается в том, чтобы услышать слово надежды, укрепления, ободрения, которое выведет его из замешательства на свет в отношения с Богом, который создал их благословение вам. Шалому враха, возлюбленные! Мира и благословение вам сегодня из Колорадо. Я продолжаю рассматривать послание к римлянам и на первой главе. Сегодня мы рассмотрим третий стих. В прошлом выпуске я говорил о призвании Павла. Я не буду вспоминать об этом сегодня, а призываю вас посмотреть первый выпуск этого цикла. Павел говорил о том, что он был призван Богом в качестве шалеха, апостола, посланника, чтобы провозглашать радостную весть Божию о Мессии Иисусе. Сегодня мы перейдем на новую территорию в третьем стихе. Павел начинает давать определение источнику этой радостной вести. Источник радостной вести Павла связан с Божьим Сыном. Павел говорит, что это послание о Сыне, Божьем, который родился от семени Давидова по плоти. Иными словами, Павел говорит, «Радостная новость, которой я делюсь с вами, не только о Боге на небе, но о Боге, который пришел на землю во плоти, как телесный потомок Давида». Далее он говорит, «И открылся Сыном Божьим в силе, по духу святыни, через воскресение из мертвых». Итак, мы видим здесь две вещи. Во-первых, Бог облегся в человеческую природу. Во-вторых, Он пришел на землю и жил как человек, как мы с вами, но Он был не просто человеком, потому что Он воскрес из мертвых. Тем самым, Бог засвидетельствовал человечеству, что через Того, Кто пришел во плоти от семени Давида, Кто жил как человек, как еврей, если мы поверим в Него, Он сможет привести нас на небо, к Божьему престолу. Послушайте еще раз, все вместе. Третий и четвертый стихи. Павел говорит, «Я пришел, чтобы поделиться с вами радостной вестью, Евангелие, о сыне своем, который родился от семени Давидова по плоти». Знаете, до сих пор немалая часть церкви не ценит еврейские корни своей веры. Но когда Павел начинал писать свои богословские труды, вроде послания к римлянам, он начинает объяснение радостной вести Божией с того, что Бог пришел на землю через потомство Давида, через еврея. «О сыне своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим в силе по духу святыни через воскресение из мертвых». А затем он говорит о Иешуахе Машиахе, или об Иисусе Христе, Господе нашем. Давайте разделим этот стих на несколько частей. Во-первых, я хочу, чтобы вы поразмышляли со мной над важностью воскресения. Я говорил в прошлом выпуске, что мне очень грустно из-за того, что в Колорадо так много людей мыслят либерально. Для многих людей здесь природа стала Богом, но радостная весть Мессии Иисуса, которую Павел принес нам, не была какой-то новой религии, в которой природа — это Бог. Все люди хорошие, а все пути ведут в одно место. И пока ты пытаешься быть хорошим человеком, ты попадешь на небо. И когда ты говоришь, что Иисус — единственный путь, то вдруг становишься хейтером и ускалобым. Но, возлюбленные, я хочу, чтобы вы отвергли это мировоззрение. Некоторые из вас начали придерживаться такого взгляда, иными словами, из-за того, что мир давит на вас, из-за того, что мир называет вас узколобом, если вы называете Иисуса единственным путем, вы оказываетесь в числе тех, кого не принимают. Многие из вас ощущают давление мира, и поэтому идут на компромиссы. И вы больше не готовы стоять, провозглашая Иисуса, тем путем, который дал Бог. А ведь Он — единственный путь, который дал сам Бог. Павел говорит нам, что Господь доказал, что Иешуа был тем путем, который он дал, единственным путем, потому что Иешуа воскрес из мертвых. Поэтому Павел говорит вновь, что послание, которое он проповедовал, было о Сыне Божьем, который воскрес в Силе через воскресение из мертвых по духу святости. Это Иисус Христос, наш Господь. И позже в послании к римлянам Павел сказал нечто очень-очень важное. Я знаю, что некоторые из вас нуждаются в более глубоком обрезании сердца, чтобы вы были настоящими, укорененными христианами. Скажите мне, кто такой христианин? Христианин — это последователь Христа, «Машеха Иешуа», «Помазанник». Слово «Христос» означает «Помазанник». Это греческий вариант слова «Машеха». Христианин — это тот, кто следует за Христом, за «Помазанником». Некоторые из нас называют себя христианами, не являясь таковыми на самом деле, потому что не следуют за «Помазанником». Помазанник говорил, что пришел на землю, чтобы открыть путь людям на небо. И каждый, кто не пойдет тем путем, который он дал, отдав свое тело на распятие и воскреснув из мертвых, каждый, кто не пойдет этим путем, как говорил Иисус, становится вором и грабителем и будет изгнан. Но некоторые из вас не верят этому посланию. Несмотря на то, что вы называете себя христианами, вы говорите так, «Мой сосед, мой тесть, мой родственник, мой сотрудник не верят в то же, что и я. Но кто я такой, чтобы осуждать их? Кто я такой, чтобы утверждать, что они не попадут на небо? А знаете, кто вы? Вы избранник, которому дали это слово и послание, чтобы нести его в этот мир. И нет другого имени под небом, которым можно спастись, кроме имени Иешуаха-Машеха. И всякое колено преклонится, и всякий язык исповедует Иисуса Христа Господом. Ведь Иисус сказал, «Я есть мпуть, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Я часто говорил об этом в нашем цикле. Возлюбленные, Павел отдал свою жизнь за послание, которое я несу вам сегодня. Поэтому хватит колебаться в вере. Хватит избегать провозглашения истины, потому что вы не будете популярным. Мы не будем популярными. Иисус сказал, что если вы от мира, то мир будет любить вас, потому что это Его. Он сказал, что каждый, кто желает жить благочестиво во Христе Иисусе, будет гоним. Так что есть цена, которую приходится платить, когда мы следуем за Ишуахом Ашеахом, нашим Господом. Вновь и вновь в «Песне песни» мы читаем о том, насколько прекрасен Иисус и насколько вы прекрасны для Него. Церковь, знаете ли вы, что вы прекрасны для Бога? Когда вы любите Его, это трогает Его сердце. Если вы не запомните ничего другого, то запомните только вот это. Иисус не просто хочет быть нашим спасителем. Иисус хочет, чтобы мы были Его партнерами в любви. Мы не должны желать чего-то больше, чем глубокого личного прикосновения Божьего. Поэтому я прошу Иисуса, прошу Его поднять на этом месте чистую и непорочную невесту. Иисус говорит, «Церковь, примите Духа Святого». Павел говорит, «Тот Иисус, которого я проповедую, Бог доказал, что Он исполнение древних писаний, что Он исполнение мессианских пророчеств, которые Бог дал нам через пророков. Он единственный путь, который Бог дал людям для спасения. И, как говорит Павел, Бог подтвердил это, когда воскресил Его из мертвых. И Иешуа воскрес из мертвых. Мы еще увидим, что это подтверждается историей. Это не просто какая-то богословская концепция. Это не миф. Петр говорит, что послание Евангелия это не хитроумный миф или басня. Петр говорит, «Я был с Царем Иисусом на горе, когда Он преобразился передо мною в Дух Света. Я услышал, как голос с неба сказал, «Это Сын Мой возлюбленный. Его слушайтесь». Петр говорит, «Это не басня». Воскресение Иешуа, которое провозглашает Павел, за которое он пережил мученическую смерть, за которое его посадили в тюрьму. Оно подтвердилось, когда Бог воскресил Иешуа из мертвых. Мы с вами должны строить свою жизнь на этом факте. Возлюбленные, быть настоящим христианином, будет все сложнее и сложнее в нашем мире. Послушайте, что я говорю. Почему для вас важно то послание, которым мы с вами делимся? Потому что, дорогие друзья, в наше время и в будущие времена будет все менее популярно говорить о том, что Иисус — это тот путь на небо, который дал Бог, и другого пути просто нет. Павел говорил о том, что Бог Духом Святости воскресил из мертвых этого Иисуса, чтобы доказать, что Он Господь. Позже в своих трудах Павел говорит, что когда Иисус воскрес из мертвых, это не было изолированным событием. Иными словами, это не было нечто тайное. Он явился Марии после воскресения, апостолам, потом Павлу, а затем Павел сказал, что Он явился более чем 500 человеком одновременно. Мы читаем об этом в послании Коринфянам. Это было в то время, когда писал Павел. Павел говорил, на земле есть множество свидетелей, которым явился воскресший Иисус. Это исторический факт. Павел сказал, что когда Бог воскресил Иисуса из мертвых, то сделал это, как сказано в 4 стихе, по духу святыни или святости. Сегодня мы редко слышим о святости. Мы слышим о том, как Бог желает благословить нас. И это да и аминь. Мы хотим чувствовать себя хорошо, поклоняясь Богу в песнях. Мы хотим, чтобы Бог восполнил все наши нужды. Мы очень хотим, чтобы Бог благословил нас. Дал нам все, чего мы хотим. Но как часто мы слышим о святости Божией, церковь, возлюбленные, мы с вами призваны к святости. Не сказано, что Дух хороших ощущений в этом времени воскресил Иисуса из мертвых. Но когда мы достигаем полноты в Иисусе, мы начинаем чувствовать себя хорошо. И в этом времени так же. Но Павел говорит, что Иисус воскрес из мертвых. Четвертый стих. По духу святыни. Быть святым значит быть отделенным, уникальным. Мы с вами призваны следовать за Иисусом в духе святости. Опять же, что такое святость? Это означает, что вы уникальны, отделены от остальных. Мы должны выглядеть иначе, говорить иначе, быть другими. Посмотрите на меня. Сейчас я нахожусь в лесу. Когда я выхожу в город за едой, то, как вы думаете, я сталкиваюсь с другими евреями в магазине? Ну, конечно же, нет. Посмотрите на мои пейсы, к примеру. Я захожу в магазин со своими пейсами, в ермолке, иногда в израильской футболке, возлюбленные. Я выделяюсь как ударенный палец. Я знаю, что некоторые люди смотрят на меня как на страну. Кто это такой? Некоторые смотрят на меня с чувством антисемитизма. Но, знаете, я верю, что Бог призвал меня быть апостолом, шалиахом, посланником Иисуса на этой земле. Я должен быть другим, должен быть уникальным, должен быть отделенным, чтобы донести уникальное послание царства. Потому что послание царства это уникальное послание на земле. я отделен, чтобы донести уникальное послание, которое дал мне Бог. И в то же самое время это касается и вас. Бог призвал нас быть Его свидетелями. Иисус сказал нам то же, что и Павлу. Я посылаю вас. Бог сказал Павлу, я посылаю тебя к язычникам. Знаете, возлюбленные, Бог сказал вам, я обращаюсь к вам через Иисуса. Как Отец послал меня, так я посылаю вас. Мы находимся на земле, чтобы развивать свои отношения с Богом, возрастать в благодати, еще больше влюбляться в Мессию и Иисусом, входить в Его полноту, узнавать Его все больше и больше. Вот почему мы находимся на земле в первую очередь во-вторых, мы находимся на земле, чтобы быть Его свидетелями. Мы не можем отделять любовь к Нему от исполнения Его дел. Я хочу, чтобы вы поняли это уже сегодня. Я хочу ободрить вас, чтобы вы вышли из своей зоны комфорта и попытались стать более творческим и сильным свидетелем для своих друзей, соседей и родных. Мы должны понимать, что иногда это будет стоить нам чего-то. Мы должны знать, что у нас есть святое призвание. Иисус воскрес из мертвых благодаря Духу Святости. И точно так же существует святое призвание на вашу жизнь. И благодаря этому вы отличаетесь от остальных. Я призываю вас принять это и быть другим, даже если это будет вам стоить чего-то. Павел говорит по духу Святыни через воскресение из мертвых об Иисусе Христе Господе нашем. Мы читаем далее. Это четвертый, а далее пятый стих, через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя его покорять вере все народы. Я хочу сконцентрироваться на одной фразе в этом стихе. Павел понимал свое призвание, которое было связано вот с чем. Я хочу, чтобы вы поняли те слова, которые говорит Павел, чтобы во имя его покорять вере. Задумайтесь над этим, покорять вере или повиноваться вере. Со времен Мартина Лютера мы слышали доктрину «Оправдание по благодати через веру». Это спасение верой. Кто-то спросил у Иисуса, что мне делать, чтобы исполнять Божьи дела. Иешуа сказал ему «Веруй в того, кого послал Бог». Вот как мы выполняем дела Божьи по вере. Но мы должны понимать, что настоящая вера приносит повиновение. Она меняет наш образ жизни, меняет наш выбор, наши действия и привычки. Вот почему Иаков сказал «Я покажу вам свою веру своими делами». Павел говорит «Я несу послание, которое призвано принести повиновение веры». Возлюбленные, я хочу, чтобы вы поняли, что на нашей жизни лежит бремя повиновения. мы всегда должны изучать свое сердце, свои мотивы и свои мысли. Живем ли мы для Бога? Помните, Давид говорил «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобою». Давид также сказал «Исследуй меня и очисти меня, чтобы во мне не было нечистых путей, Божи. Очисти и обнови радость спасения. Возлюбленные, мы призваны к святости, мы призваны к повиновению в вере. Не только верить, слушать песни поклонения и хорошо себя чувствовать, но верить так, чтобы это меняло нас. Мы должны меняться и преображаться в образ самого Иешуа. Это означает, что каждый день мы просыпаемся, и на нас лежит ответственность и бремя. Господи, я должен угодить Тебе сегодня. Я должен соответствовать Тебе сегодня. Я должен упорядочить свой день для Тебя. Я должен отдавать Тебе книги, которые читаю, то, как я говорю с людьми, и отношусь к ним, мои мысли, которым я уделяю время, отношения в своем сердце. Это постоянное сотрудничество между вами и Духом Святым, и для этого нужно усердно работать. И вот почему Писание говорит, что мы должны совершать свое спасение в страхе и трепете. Возлюбленные, Павел говорит, подражайте мне, как я подражаю Иешуа. И сегодня я провозглашаю над вами, пусть Слово Божие проникает в нас глубоко, чтобы мы менялись и преображались в образ Иешуаха-Машеаха, принимая его призвание в своей жизни, не стыдитесь Евангелия. Господь дал Моисею конкретные указания относительно того, как благословлять детей Израиля в книге Числа, 6 главе с 22 стиха. Господь сказал Моисею следующее. «Так благословляйте сынов Израилевых, говоря им, да благословит себя Яхва и сохранит себя. Да презрит на тебя Яхва светлым лицом своим и помилует себя. Да обратит Яхва лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывают имя Мое на сынов Израилевых и Я благословлю их. Я хочу высвободить это благословение в вашу жизнь прямо сейчас. Библия говорит, что вы были привиты к Израилю. Поднимите свои руки в вере со мной, чтобы принять благословение Отца. Пусть Бог Отец Яхве Бог Израиль благословит вас и сохранит. Пусть Господь презрит лицом своим на вас и будет милостив к вам. Да обратит Господь лицо свое на вас. И пусть Бог Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога или если Бог коснулся вас через наше служение, вышлите нам свое свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновит других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову. Программа «Узнавая еврейского Иисуса» достигает Израиль и весь мир. В следующий раз на передаче «Узнавая еврейского Иисуса» Равин Шнайдер противопоставит истинное Евангелие современному посланию Церкви. Не пропустите этот захватывающий выпуск. Господь побуждает вас помочь Равину Шнайдеру. Он учит пастырей и несет Евангелие толпам людей в Африке, Южной Америке, Каипском бассейне, а также проповедует его в Израиле. И не стоит забывать про телеслужение, которое достигает мир для Христа. Ваша поддержка поможет по травину донести слово тем, кто никогда не услышит его. Посетите наш сайт, адрес которого указан на экране, или позвоните по номеру, который вы видите на экране, и помогите изменить жизнь людей во всем мире. Ваша поддержка очень нужна нам. Возлюбленные, благодаря вам мы можем проповедовать Евангелие, которое нам передал апостол Павел. Многие из вас понимают, что нужно исправить то послание, которое провозглашают сейчас. Разбирая послание к кремленам стих за стихом, мы начинаем понимать, каким на самом деле является послание Евангелия. Люди должны услышать эту истину. Иешуа дал нам поручение, которое состоит в том, чтобы проповедовать Евангелие всему творению. Возлюбленные, мы должны проповедовать то Евангелие, которое вы слышали сегодня. Благодаря вашей финансовой поддержке, миллионы людей по всему миру слышат радостную весть о Мессии и Иисусе. Возлюбленные, когда вы участвуете в нашем служении, вы участвуете в подготовке атмосферы Земли к возвращению Царя Иисуса. Вы повинуетесь тому, что Он сказал вам нести радостную весть о Его скором возвращении. Поддержите нас своими финансами, потому что это духовный закон Царства. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправите свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасение в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 453-7. На Земле многие из нас верны Господу в финансах. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телепередача Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин еврейский верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой подписаться, чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода.